Намаскарам, меня зовут Миталь Радж. Садгуру, я хотела бы узнать правду о том, где и как найти силу, чтобы не обращать внимания на негативные мнения, появляющиеся каждый день. Намаскарам, Митали. Я слышу, что вы прекрасно играете в крикет. Просто продолжайте отбивать мяч, и все мнения о вас изменятся. У людей есть своё мнение обо всём на свете. Но почему это должно волновать вас или кого бы то ни было? Мнения окружающих будут волновать нас только когда у нас нет ясности в том, что мы делаем. Поэтому вместо того, чтобы сражаться с мнениями других людей, лучше приложить свои силы, чтобы обрести ясность в том, что мы делаем и почему мы это делаем. Если в нас появится такая ясность, то чужие мнения больше не будут иметь для нас значения. Но продолжат ли они формировать своё мнение о нас? Да, продолжат. Это их право — иметь своё мнение. Это всё равно, что... Это означает, ты построил дом в горах или джунглях, и теперь боишься животных. Тебе не следовало туда идти. Ты построил дом на рынке, и боишься рыночного шума. Это место тебе не подходит. Ты живёшь в обществе, и боишься того, что скажут другие люди. Нет, это часть социальной жизни. Окружающие всегда будут судить других. В наши дни этот эффект увеличивается за счёт социальных сетей. Но люди всегда имели своё мнение. Если раньше вы имели дело с мнениями трёх или пяти человек, то сегодня вы имеете дело с мнениями пяти миллионов. Все они свободно выражают своё мнение. Это совершенно нормально. И они могут говорить, что хотят. Но самое главное — привнести в наши жизни чувство полной ясности о том, что мы делаем и зачем мы это делаем. Если мы обретём эту ясность, то мнения будут возникать, мнения будут изменяться. Просто хорошо делайте своё дело и увидите, как мнение окружающих изменится.